Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 28 марта, день Никандра. Он, согласно преданию, работая врачом, совершил большое количество добрых дел в отношении христиан. Никандр посещал заключенных в тюрьмах и врачевал их, утешал мучеников и хоронил тех, кого казнили. За это на него донесли, он был пойман и жестоко пытан. Потом с него заживо содрали кожу, а затем обезглавили. Таким образом, святой мученик снял с себя ветхого, земного человека и облегся в нового, небесного. Присоединился к Господу Христу. В народе этот день посвящали лесу. Крестьяне отправлялись в лес, чтобы поклониться местным духам. Поэтому сегодняшний день называли лесное ухажение. Русский человек с давних времен относился к лесу с особым уважением. Ведь именно лес давал человеку домашний утвар и инвентарь. Все делали из дерева. Лес служил и защитником. У него прятались от вражеских нашествий. Поскольку пройти через дремучую чащу было очень сложно. Раньше путешествовали по рекам. В этот день знахари собирали молодые травы и целебные колени. Заговаривали их. Готовили различные снадобья. Полагалось именно сегодня снимать порчу, лечить болезни головы. Этот день считался отличным временем для изготовления амулетов, приметы. Если на Никандра весенних вод мало, они текут неспешно, год будет неурожайным. Если прилетели чайки к ледоходу и теплой погоде. В этот день не рекомендовали мыть голову, возможно разлука с родственниками. Увидеть сегодня ночью во сне ангела – хороший знак и признак долголетия. Если сегодня, до самого заката, носить булавку на одежде так, чтобы она не была видна окружающим, это избавит от сглаза. Либо носить два песня – эффект тоже, что и у булавки. Яркий закат в следующие дни могут быть дождливыми. 22 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника. Поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тренировках будьте умеренны. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы.